Горячо любила Михаила Юрьевича Лермонтова, воспитавшая его бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева. Она растила его с колыбели, он стал всем ее миром. Когда Михаил Юрьевич погиб на дуэли, она выплакала свои очи так, что злобевшие веки падали на них, и чтобы смотреть на мир, ей приходилось держать их пальцами. Елизавета Алексеевна Арсеньева была дочерью богатого помещика Алексея Емельяновича Столыпина. Елизавета Алексеевна родилась в 1973 году и была самой старшей из девяти детей в семье Пензенского помещика. Она происходила из древнего богатого рода Столыпинах. Ее отец Алексей Емельянович Столыпин любил кулачные бои и разные потехи, но более всего любил театр. Театр он создал из крепостных, игра актеров возбуждала всеобщее удивление. Театр в то время был непременным атрибутом аристократа. В 1806 году Столыпин продал крепостную труппу Александру I за 32 тысячи рублей. Юная Лиза выделялась среди своих сверстников высоким ростом и легкой неуклюжестью. Девушку нельзя было назвать красавицей, тем не менее она привлекала к себе внимание завидными умственными способностями, к которым с возрастом добавилась еще и деловая охватка. В 1922 году она вышла замуж за Михаила Васильевича Арсеньева, выходца из знатной семьи, капитана лифт-гвардии Преображенского полка. Жених обладал привлекательной внешностью и был состоятелен. Арсеньев был членом большой семьи, владевшей имением в Тульской области. После венчания Арсеньев приобрел на деньги, которые составили приданые жены, имение Тарханы, расположенное на территории Пензенской губернии, где стал жить со своей молодой женой. К сожалению, семейная жизнь не была счастливой. После рождения дочери Машины стал окончательный разлад в отношениях супругов. Семейная жизнь Елизаветы Алексеевны окончилась трагически. После ссоры супругов Арсеньев принял яд. Елизавета Алексеевна покинула имение и не присутствовала на похоронах мужа. Оставшись одна с ребенком, Арсеньева взяла на себя управление имением, в котором насчитывалось около 600 крепостных. Смыслом жизни для нее стала дочь Маша. Однажды мать с дочерью заехали в Васильевская к Арсеньеву. Мы загостились у них. Там Мария Михайловна познакомилась с Юрием Петровичем Лермонтовым. Красивый молодой человек произвел на девушку сильное впечатление. Несмотря на недовольство будущим зятем, Елизавета Алексеевна дала согласие на брак дочери. В 1814 году, 3 октября по старому стилю, в семье Лермонтовых родился мальчик. В приключении он получил имя Михаил, скорее всего, по настоянию бабушки. Мать и ребенок были окружены всевозможными заботами. Но семейная жизнь Марии Михайловны Юрия Петровича не сложилась. Отчасти тому была причиной и Елизавета Алексеевна. Через три года Мария Михайловна умерла от чахотки, не дожив до 22 лет. По мнению биографов, Юрий Петрович хотел сам воспитывать сына, но очень любившая внука Арсеньева убедила отца, что в материальном плане Елизавета Алексеевна могла дать Миши намного больше. В 1817 году Юрий Петрович оставил мальчика бабушке и отбыл свое родовое поместье. После смерти дочери Елизавета Алексеевна приказала снести старый господский дом в Тарханах, свидетель о смерти ее мужа и мучении ее дочери. На этом месте по ее распоряжению была выстроена церковь во имя Марии Кипецкой. Рядом с церковью был выстроен деревянный дом с мезонином, где она и поселилась со своим внуком. Арсеньева безумно любила внука, пыталась сделать для него все. О привязанности ее к Мишелю свидетельствуют написанные ею строки «Он один, светочей моих, все мое блаженство в нем». Маленький Лермонтов не отличался крепким здоровьем и часто болел. Если он занемогал, то дворовые девушки освобождались от работы и молились об исцелении от болезни молодого барина. Когда Михаил Юрьевич подрос, ему были набраны однолетки из дворовых мальчиков, обмундированной воинской оплате. Михаил Юрьевич играл с ними в воинские игры. Желая создать Мишу, подходящую для обучения обстановку, его было решено обучать со сверстниками. Одно время в Тарханах жило до десяти мальчиков, в основном родственники как со стороны матери, так и со стороны отца. Арсеньева не жалела денег на воспитание внука. Троюродный брат Лермонтова Шангирей вспоминал, что Думе Елизаветы Алексеевны был всегда битком набит. Бабушка сама была очень печальна, ходила всегда в черном платье и белом старинном чепчике. Но была ласкова, добра и любила, чтобы дети играли и веселились. И нам было у нее очень весело. Желая поправить старого внука, бабушка возила его на Кавказские воды. Чуткий ко всем явлениям природы Лермонтов не мог не поддаться очарованию Кавказа. К нему обращены многие его произведения, и как поэта, и как художника. Когда Лермонтову пошел 14-й год, решено было продолжить его воспитание в благородном университетском пансионе. Михаил Юрьевич поступил на полупансион он и каждый вечер возвращался домой к бабушке. В 1932 году Лермонтов вместе с бабушкой приехал в Петербург, где он поступил в юнкерскую школу. Все это время бабушка не расставалась с внуком. Миринский, учившийся с Лермонтовым, писал о своих воспоминаниях о Лермонтове. Все юнкера и его товарищи знали ее, все ее уважали и любили. Во всех она принимала участие. И многие из нас часто бывали обязаны ее ловкому ходатайству перед строгим начальством, живя каждое лето в Петербург. Когда зимой 1835 года неотложные дела заставили Арсеньеву вернуться в Тарханы, Лермонтов в письме своей родственнице и другу Александре Михайловне Верещагиной признавался, что его очень пугает перспектива в первый раз жизни остаться совершенно одному. С момента отъезда жизни Елизаветы Алексеевны превратилось в бесконечное ожидаемое писем от Мишеля. И бабушка, и внук столь сильно страдали в разлоке, что в 1836 году Арсеньева решила вернуться в столицу. Перед отъездом она сообщила в письме своей дальней родственнице Прасковье Александровне Крюковой, что Мишенька просил меня с ним жить и так убедительно просил, что не могла же я отказать. В 1937 году, после написания Лермонтовым стихотворения «Смерть поэта», последовало арест и судебное разбирательство. За Лермонтова вступились пушкинские друзья, прежде всего Жуковские, близкие императорской семье. Кроме этого, бабушка, имевшая светские связи, сделала все, чтобы смягчить участь единственного внука. 27 февраля 1837 года Корнет Лермонтов был переведен тем же чином, то есть прапорщиком, в Нижегородский драгонский полк, действовавший на Кавказе. Весной 1840 года проходило следствие по делу о поединке сына французского посла Эрнестом де Барантом. И в этой ситуации бабушка вновь не оставила в педе своего внука. Опять же бабушка смогла добиться того, чтобы Клермонтову, находившемуся под арестом, стали пускать хотя бы родственников. Следствие всех переживаний, здоровье Елизаветы Алексеевны резко ухудшилось. Поэт был отправлен в кавказскую ссылку, а Синева вернулась в Тархане. Прибывая на Кавказе, Лермонтов посещал Ставрополь и Пятигорск, где познакомился с отставным майором Николаем Мартыновым. Между мужчинами часто возникали разногласия, так как молодой поэт не упускал возможности дерзко пошутить. Однажды Мартынов не выдержал и попросил Михаила прекратить острить в его адрес. Но получил в ответ вызов на дуэль. Поединок произошел 27 июля 1841 года, в результате которого поэт был убит выстрелом в грудь. Одно из последних писем Михаила Юрьевича, адресованное Ашсеневой, было отправлено 9 мая 1841 года из Ставрополя. Поэт сообщал, что он здоров и спокоен и выражал надежду, что ему все-таки выйдет прощение. Завершалось письмо словами «Остаюсь покорный внук Лермонтов». К этому времени Елизавета Алексеевна уже находилась в столице, куда опять приехала хлопотать о внуке. Известие о гибели внука Арсеньева получила в тот момент, когда вымаливала его отзыв с Кавказа. Свидетели рассказывали, что у пожилой женщины отнялись ноги и не оказалось сил поднять опухшие от слез веки. Прежде чем уйти из жизни, Арсеньева добилась перезахоронения праха Лермонтова в Тарханах. Елизавета Алексеевна умерла в 1845 году, пережив Михаила всего на 4 года. У этой удивительной женщины был сложный характер, но по отношению к внуку она была самой преданной и любящей бабушкой. Субтитры создавал DimaTorzok